Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы хотим поговорить о патриотическом воспитании. Для кого-то эта фраза звучит довольно сухо, и кто-то не особо этим интересуется, кому-то, может быть, даже не нравится это словосочетание, но воспитание человека, воспитание ребенка, воспитание школьника – это, наверное, одна из самых главных задач наших взрослых. А вот что такое патриотическое и почему не всеми оно воспринимается, может быть, правильно, кто-то относится к этому довольно-таки сложно, мы попробуем узнать сегодня из нашей программы, потому что у нас в гостях педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества городского круголюберца Ольга Петровна Поликарпова. И вместе с ней пришел ученик восьмого класса инженерной школы, средней школы номер шесть, юноармеец, к тому же Михаил Виноградов. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Ольга Петровна, начнем с вас, чтобы Михаил пришел в себя, потому что все-таки не каждый день на телевидении, наверное, находится. Ну и, как водится, человеку в форме он всегда скромен. Да? Скажите, что же такое патриотическое воспитание? Почему сегодня воспринимается иногда это как-то без души? А вы знаете, наверное, потому что мы часто употребляем это слово, я так думаю, потому что действительно нормальные люди стараются сделать все для своей Родины, стараются работать честно, учиться честно, добросовестно, ответственно относиться ко всем своим делам, больше делать добрых дел, не для себя, а для общественности. Общие дела, с помощью которых Родина, наш край, наш город, наше образовательное учебное заведение будет или станет лучше, чтобы рядом были люди лучше, чем они были, чтобы они больше понимали в каких-то вопросах, чтобы они имели больше положительных нравственных качеств. Но вот вы же согласитесь со мной, что сколько существует Россия, сколько существует даже, скажем, там, княжества еще были и так далее, всегда стоял вопрос – либо ты с нами, либо ты против нас. – Да. – Да, очень простая такая задача. И люди, даже в маленьком возрасте, во взрослом тем более, они все-таки подразделяются на тех, кого интересует судьба Родины. – Да. – Да? И тех, кого она не интересует, то есть лично и общественно. Понимаете, как в Советском Союзе? – Конечно. – Но, возможно, ведь мы можем спросить у художника, например, который пишет картины самые простые, он скажет – это мой патриотизм, потому что я вижу русскую ромашку. И для меня вот это Россия. Военные ответят, да, какими-то достижениями. Вот там, запустили новую ракету, и мы теперь спокойны. Вот это мой патриотизм. Вот, наверное, научить патриотизму можно через вообще любовь человека к человеку, любовь к его делу. – Конечно. – И вот вы педагог-организатор. Вот это интересное словосочетание. Чего же больше в патриотическом воспитании – педагога, учительства, или педагогики самой, или всё-таки организации, когда всё-таки нужно вдалбливать людям, что вот люби Родину. И некоторые, к сожалению, через это не могут пройти, и потом не очень хорошо к этому относятся. – Результаты плохие будут. – Вы знаете, вот хороший такой вопрос, и я так думаю, что ответ, наверное, однозначный, что организатор и педагог, они переплелись, они вросли друг в друга, вот эти вот две как бы задачи – организатора и педагога. Здесь нет в них ни в одном слове, ни в педагоге, ни в организаторе какого-то принуждения, навязчивости. Мы делаем какие-то мероприятия. Мы работаем непосредственно с какой-то группой учащихся. Выездные какие-то мероприятия, автопробеги, какие-то поездки, экскурсии, какие-то мероприятия в музеях. Совершенно, может быть, и непроизвольные, которые мы не готовим там месяцами. – Ну, то есть работа идёт на 360 градусов, и ребёнок может посмотреть это с разных сторон. – С разных. Хочет он, не хочет, он может и не захотеть, но придёт ради интереса. Придёт как бы посмотреть. – А там глядишь и заинтересуй. – А там начнёт помогать и начнёт участвовать в поисковых работах, помогать организовывать мероприятия. – Мы об этом сейчас ещё поговорим, какие работы. Я просто хочу сказать, что ведь это очень интересная вещь, что очень часто, погружая даже собственные родители, иногда ребёнку, спросит ребёнок, а как вы жили 20 лет тому назад, ну, в знаменитые наши 90-е годы, или уже 30 почти лет назад. – 30, да. – И ребёнок никогда не появится. Вот мы сейчас спросим у Михаила, он скажет, ну, что у вас там 90-е годы, ему это неинтересно. Чтобы убедить, да, это очень сложно, поэтому рассказать, показать, чтобы сам пощупал и так далее. Вот мы с Михаилом Виноградовым сегодня у нас в студии разговаривались, Михаилом Виноградовым. Вот он, я так понимаю, вы историком хотите стать в будущем? – Да, я хочу стать историком. – Почему? – Я с детства увлекался историей Великой Отечественной войны, техники. – То есть в таком инженерном направлении танки, бронетранспортеры, оружие, пистолеты, винтовки и так далее. Вот, а почему? Может быть, дедушка, прадедушка есть, где-то может быть какая-то наследственность? – Нет. Просто в детстве мне однажды купили энциклопедию, мне очень понравились танки. И я их стал, ими увлекаться, и стал изучать, какой танк как называется, какое вооружение, когда сделали его, в какое время. – Ну и потом, сегодня же можно купить модель, практически танк, такую и пластмассовую, и железную, и деревья, какую угодно, и потом, наверное, игра есть, и игры есть, там целое. Кстати, наверное, Михаил может даже рассмотреть в некоторых фильмах, где почему-то вместо «Тигра» совсем другой танк, а вместо Т-34 иногда, видимо, не очень патриотичные режиссеры, вдруг показывают нам «Тигра», называя его танком Т-34. Я, кстати, в прошлом году был в Прохоровке, и вот я как бы уже давно живу, и мне кажется, что иногда ничего не нужно говорить, а просто нужно привести и показать, то есть какое-то место. – Это великое дело. – Вот, Миша, скажите, вы в форме, да, вы юноармеец, вот ещё маленький такой человек, хотя уже, в общем-то, восьмой класс, серьёзно, да? Вот, вас кто-то заставил пойти в юноармейцы, или вы сами захотели? – Я сам захотел пойти в юноармию. – Почему? – Мне нравится, там, военное дело, мне было интересно, там… – Ну, то есть, отталкиваясь от танков, понятно, что вы пришли к военному делу. – А вы же там не один, я так понял, что ещё кто-то из вашей школы там тоже, да? – Да, у нас достаточно много ребят в школе, которые ходят в юноармию. – И девочки тоже. – И девочки тоже. – Да, девочки тоже у нас есть. – Вы там шагаете? – Да, ещё разбираем автомат Калашникова. – Сколько секунд? – Ещё много. – Ещё много секунд много, да? – Ну, сейчас мы вернёмся, просто Михаил должен тоже войти, так сказать. – Получается. – Но понятно, что, вот смотрите, ребёнок в восьмом классе… Я, честно говоря, вспоминаю себя в восьмом классе, мне кажется, я ещё не знал, кем я хочу быть. Вернее, я хотел быть всем, но конкретно… То есть, я так понимаю, что мы будем ждать от вас трудов по поводу истории танков или оружия и так далее. Ольга Петровна, скажите, пожалуйста, ну вот Михаил нашёл себя, по крайней мере, сейчас, а как ещё, какие ещё, какими ещё способами, форматами вы привлекаете ребят? – А вот вы знаете, из жизненного опыта, делаю выводы, и реальные результаты получаются, насильно, как правило, каких-то мероприятий, специальных каких-то нотаций, каких-то, может быть, занятий по профориентации, как правило, мы не проводим. Вот чтобы вот прям говорить, какая профессия лучше всех. – Ну, из-под палки. – Нет, нет, нет. А вот именно в результате наших мероприятий общение детей с ветеранами, с героями социалистического труда, но с какими-то достойными людьми, понимаете, он может и не герой быть, но он прошёл такую жизненную школу, фронт, трудовой жизненный такой опыт. И бывает так, что общение детей с этими интересными людьми поворачивает их голову в какое-то нужное русло. Вот он уже решает, я там буду военным точно. Я решил всё лётному делу, и у нас таких случаев реально. – Ну, вот сразу возникает тут вопрос. Патриотизм – это, прежде всего, военная составляющая, потому что вот мы видим юную армию, да, мы видим, что слово патриотизм всё-таки чаще какую-то военную окраску имеет. И есть и другие форматы. – Чаще имеют военную окраску. Ну, так привыкли понимать, да, защищать родину, значит, где-то биться, драться. – С врагом. – С врагом, да. Но враг-то может быть и на другом фронте, на информационном фронте. – На информационном фронте. – То есть может просто человек какой-то не совсем достойно понимающий значение родины, своё место в обществе. – Можно же быть, например, хорошим спортсменом, да, и медали зарабатывать золотые для своей Родины. Это же тоже? И получать даже звание? – Конечно, конечно. Можно и в сфере медицины быть хорошим патриотом, честно выполнять свои обязанности. У нас тоже много таких учащихся, которые никуда не уехали за границу. Вот сейчас работают в научно-исследовательских институтах, вот тех институтах, где сейчас вакцину производят, создают, наши ученики работают. Можно работать на любом фронте, можно на каком-то заводе работать и быть действительно ответственным, производить продукцию отличного качества. – Короче говоря, на самом деле быть патриотом – это быть профессионалом своего дела. – Профессионалом, ответственным, честным и быть преданным своей Родине, своим людям. – Очень хорошо. Ольга Петровна, сначала этот вопрос Михаилу адресую, потом вам. Вопрос будет сложный, Миша. Вот сейчас многие люди, которые уходят уже из 8 в 9, школу заканчивают. Некоторые хотят уехать в другую страну жить. Вот как вы считаете, почему они хотят уехать в другую страну? Там учиться или там родители, например, отправляют учиться и так далее. При этом они, некоторые часто ностальгируют, да, есть еще такое понятие, патриотизм, за ним идет ностальгия. Вот почему они уезжают? Они хорошо учились, они как бы хорошие ребята и девчонки, они не хотят здесь жить. Почему? – Ну, я думаю, это больше влияет информация, как человека изначально воспитали, так он и будет в конце потом так думать. – Ну, хороший человек же, он везде будет хорошим, в любом варианте. – Ну, как, надо, к человеку, к каждому есть свой подход. К некоторым… – Подход сложнее. – Да. – Да, вот мы с Михаилом… Мне кажется, Михаил чуть-чуть подрастет и будет профессионально нам тоже помогать. – Мне осталось трудно. – Миш, скажите, а вот ребята в Юнармия, ну, они, вот чем вы еще занимаетесь, кроме сборки, разборки автомата? Я тоже когда-то собирал, даже стрелял из него. А чем еще? – Мы участвуем на мероприятиях, ездим в Парк Патриот. – Вы были там, вот, церковь уже… – Да, были. – Храм. – Мы там были. – Я думаю, как вам храм? – Вы были в самом храме уже? – Да. – Я тоже был. Вам понравилось? – Да. – А вот музей, очень интересный музей там, да? – Были, да, памяти. – Родственников не находили там, вот в этой… Там есть такая галерея, и я нашел. Там очень интересно для тех, кто не был в Парке Патриот, то есть ты находишь своего родственника, и вот это все мультимедийный экран, и вдруг прямо высвечивается портрет, и все, кто находятся рядом, видят, так сказать. Это очень такая приятная история. Мы еще поговорим во второй части, но прежде чем мы закончим первую, Михаил, один такой вопрос. – Да. – А вас там, ну, заставляют, бывают же сборы какие-то, там, в 6 подъем, завтрак какой-нибудь, отбой в 10 часов, нет такого? – Нет, нет. – Ну, просто это же тоже военная составляющая, чтобы по усталости… – Там строевая подготовка. – Устав у вас есть какой-нибудь? Строевая подготовка? – Ну да, есть, есть. – И вам нравится шагать? – Ну да. – Приходится. – Понятно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, напомним, что мы говорим о правильных форматах и подходах воспитания нормального человека, в том числе и патриотические форматы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и сегодня у нас в гостях Ольга Петровна Поликарпова, педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества городского округа Люберцы, и Михаил Виноградов, ученик 8 класса инженерной средней школы номер 6 «Юный армеец», как мы выяснили, человек, который хочет быть историком, интересуется прежде всего военной техникой, и будем читать совсем скоро его книги о танковых боях, о танковом искусстве. Я думаю, что если действительно он этим заинтересуется, наверное, нужно побывать и в русский, вот, и в Белгороде там замечательные комплексы сделаны, да, и музей посмотреть. И вот, говоря о, скажем, фильмы, песни, книги, это, конечно же, одно, один из способов воспитания. Но еще, как мы говорим, мероприятие. Год 20-й был сложным, вот, но, возможно, это тоже такой своеобразный показатель, потому что мы же как в армии, я не знаю, Михаил, вас учили этому или еще не учили, что мы же должны все трудности переживать, преодолевать, терпеть все тяготы и лишения воинской службы. Вспомнил, как это звучит в присяге. Вот. А что было в 20-м году? Удалось вам перестроить, переформатировать ваши подходы? Да, конечно. Во-первых, мы готовились к этому году, юбилейному году победы. Как мы готовились, все готовились. И управление образованием, готовили мероприятия, образовательные учреждения, наш дворец тоже. Мы уже с ветеранами готовили встречи, уже, ну, практические программы были у всех практически. И все в феврале, как нас подсекло. Да. Перешли в онлайн. Да. Все равно поздравляли ветеранов. Не приходили, не по всем ветеранам ходили. Возможно, были добровольцы. И мы тоже работали с серебряными добровольцами. Это как понять серебряные? А это значит, волонтеры не молодые. Серебряные волонтеры. Вот у нас есть сертификаты. Мы на форуме всероссийском получили и работали. Те люди, которые тоже возраст такой солидный. Но мы все меры соблюдали. Но это волонтерская. А как с ребятами, которые участвовали? А вот с ребятами. Ребята готовили различные поздравления. Записывали. Записывали поздравления. Мы разносили. Допустим, пришли домой по телефону, вот в дверях показали, как конкретно к этому ветерану, фамилии, имя, отчество. Обращается группа детей из школы. Мы собираем детей. И, конечно, до слез этим ветеранам там стоит муж с женой под 90 лет. Конечно, и цветы, и какие-то продуктики. И вот то, что дети говорили им, это было самым драгоценным. Вот сейчас мы продолжим уже о событиях, которые планируются в этом году. Михаил, скажите, а вот как вы считаете, вот старшее поколение, да, дедушки, бабушки, вот для них важно ваши были поздравления с разными, вот, конечно же, с Днём Победы, там, 23 февраля. Вы, когда вы их делали, какие у вас были ощущения? Я был рад, что я поздравляю своих близких, родственников. Это было приятно, когда ты поздравляешь человека с Днём Победы. Вы, я так понимаю, много смотрели и фильмов правовая. То есть вы человек погружённый, да, в эту историю. Вот. И вы наверняка ещё и рассматриваете ещё с инженерной, так сказать, составляющей. Вот. Вы кем хотите, кстати, быть в дальнейшем? Ну, вот если историком, может быть, соединить себе инженера и историка, бывают же и такие варианты. Потому что если вы любите танки, то, наверное, речь идёт... Техника может быть. Я к чему просто веду? А вдруг вас занесёт судьба, может быть, вы будете создавать новые танки для страны? Такой же вариант не исключён? Ну, я больше хочу работать в музее экскурсоводом и рассказывать о технике, о Второй мировой Великой Отечественной другим людям, чтобы они тоже заинтересовались в этой истории. Реальность. То есть военная история как это называется? Да, отлично. Хорошо. Ольга Петровна, вот скажите, давайте так, честно поговорим. Вот были там в наше время, я помню, тимуровцы, пионеры были. Кстати, они сейчас говорят, есть... Да, возрождается, возрождается. Но всё равно мы же прекрасно понимаем, что охватить ребят современных сложно. Потому что родители по-разному воспитывают. Одни считают, что пусть ребёнок делает то, что хочет. И человек так устроен, что один ведомый, другой ведущий. Вот те формы, форматы, которые сегодня существуют, патриотического воспитания, некоторые из них, по вашему мнению, не устарели? Ведь нельзя всё время, как бы сказать, только на военизированной составляющей, на составляющей защиты Родины. Конечно. Ведь есть искусство, поэзия, литература. Через музыку. Да, есть масса способов, когда это же и есть... Вот, смотрите, у нас масса музыкантов, даже знаменитые музыкальные премии. В поп-музыке мы пока не очень там, хотя Евровидение тоже, да, Михаил? Слыхали, за нами было. Но классическая музыка, мы всегда там занимаем очень приличные места. Это только о музыке, я говорю, о художнике великие, известные и так далее. В этом же тоже патриотизм. Конечно, конечно. И вот у нас есть ещё, хотелось бы заметить и напомнить всем, что у нас есть на округе российское движение школьников, тоже работает при Дворце детского и мужского творчества, и как дополнительное образование, и как патриотическое воспитание. И здесь, и так же, как и у нас, во Дворце детского и мужского творчества, да, можно сказать, практически во всех образовательных организациях, патриотическое воспитание работает через многие направления. Или конкурс патриотической песни, дети знакомятся с теми песнями, которые пели на фронте. Или это какие-то, может быть, литературные произведения, жуковские чтения, изучают биографии военно-начальников, героев. Это ведь тоже поучительно. Кто-то похожим хочет быть и повторить, может быть, и в биографии что-то легендарное. Ну, то есть это такая связь поколений, да, которая на определённом этапе была разрушена и сейчас вроде бы возвращается. Имеет место, имеет место. Мы вот работаем, конечно, очень дружно со всеми образовательными организациями. Практически все образовательные организации у нас участвуют в днях воинской славы. Или это выездные мероприятия, или это стационарные в самом учреждении, или это в Дворце детского и мужского творчества. Ну вот давайте мы сейчас прикинем, 21-й год только наступил, всё хочется сказать, 20-й. Да. Да, и какие планируются у вас глобальные мероприятия? Вы знаете, очень много, очень много. Вот сейчас, конечно, немножко боязно с этой пандемией. Ну, предположим, что... Да, выходим из неё. Готовимся. Готовим. Сейчас уже все образовательные организации... Вчера у нас был вебинар в Зуме, и мы все уже в курсе, что мы готовим урок мужества по дню полного снятия блокады Ленинграда. То есть все образовательные организации... 28 января, да? Да, 27 января. Ну, 27-го, 28-го. Ну, в ночь там, да. Да. И поэтому все образовательные организации уже готовят этот урок мужества. То есть каждый класс будет знать, что это за дата, и будет знать об этих событиях. Ну, потом, я так понимаю, 23 февраля, да? Конечно, нет, потом будет Сталинградская битва. Сталинградская битва. Этому тоже мы отдаём очень много мероприятий. Ну, вот я говорю немножко, ситуация пандемии, она зажимает. Обычно это массовые мероприятия. Но мы надеемся, что в этом году День Победы уже мы будем отмечать традиционно. Конечно. В этом году ещё исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Мы опять должны поехать в Белоруссию. Брестская крепость нас встречает. Мы уже переписываемся. Запланирована поездка. Запланирована, да. Тоже детки из образовательных учреждений. Вот, вы знаете, я прерву вас для того, чтобы, ну, попытаться, чтобы долго не рассказывать. Да, да, да. Не все родители могут долго рассказывать ребёнку или не хотят. Вот мне кажется, что надо свозить Брестскую крепость. Просто посмотреть. Увидеть и... Вот честно, ощущение, ничего рассказывать даже не нужно. Потом захочешь, прочтёшь, посмотришь. Вот мне кажется, это тоже так очень... Ну, и у нас и в Московской области есть огромное количество мест. До сих пор, до сих пор, я думаю, что и Михаил меня тут поддержит, да. Поисковые отряды, можно найти очень много всего связанного. Вот Калининский фронт Ржев ездили недавно. Да, а что там было? Куда вы ездили? Мы ездили к памятнику, который недавно поставили в... С журавлями, да. С советскими солдатами. Я ещё не добрался туда. Вам понравился памятник? Да, красивый. Солдат как будто бы разлетается на много журавлей. Ну, да, отсылка к песне журавлей, да. Да. И что там? Вы проводили какое-то мероприятие? Да, мы клали цветы к этому памятнику, ездили к поисковикам. Лагерь поисковиков. Да, к лагерь поисковиков. И что они вам рассказывали? Они рассказывали о том, как находят солдат, которые погибли во время Второй мировой. И потом, если они узнают личность этого солдата, они отдают его родственникам. И вот это, наверное, самая такая... Вообще, вот есть же такая фраза, что война заканчивается тогда, когда найден последний... В последний день, да. К сожалению, пока это не произошло, я просто тоже принимал участие. Я помню, на какое меня впечатление произвело, когда ребята принесли фрагмент немец, по-моему, галланды. Я уж не знаю, какого-то. И там клеймо стоит 40-го года. И из хорошей стали сделано. И вот такое ощущение, что ты перенесся вот в этот год. Вот еще год до войны остается, когда это все выливалось. И вот это находят до сих пор в лесах Московской области. То есть далеко не нужно ехать. Калининский фронт, да, самая мясорубка. Ну, естественно, будут у вас события, связанные и с битвой под Москвой. Обязательно. Вот эти, конечно же, да. И летом, как мы уже выяснили, это начало войны, победа. Вот событий очень много. Ну и, конечно же, я так понимаю, что мы рассчитываем на то, что пандемия закончится. Про музеи. Да, да, да. И обязательно, наверное, будет какой-то большой, я уж не знаю, как это называется, концерт, фестиваль. Мы ждем этого времени, когда нам будет разрешено всем встретиться. Все соскучились. Ветераны общественной организации, дети военной памяти и вообще городского округа Люберцы. Дети соскучились. Вот вы знаете, звонят и родители детей. Хотим, да. Хотим, а когда будет, а когда вот мы готовим учителя, педагоги, управление образованием тоже готовит и программы, и все. Но вот всех мы приглашаем в музей, конечно, Великой Отечественной войны, который открыт в культурном центре бывшего гарнизона. И сейчас мы проводим экскурсии онлайн. То есть записываем виртуальные экскурсии, на сайт размещаем, и, пожалуйста, учебное заведение берет эту экскурсию, просматривает. И вот, пожалуйста, вам. Ну, тем более, что экскурсоводы подрастают, да? Вот смена, она растет, да. И тогда последний вопрос Михаилу. А что такое патриот, Миша? Я думаю, патриот – это тот человек, который знает историю своей страны, любит ее и гордится своей историей. И, наверное, что-то для нее делают. Да, и еще делают для своей страны, чтобы история продолжалась. Продолжалась. Молодец. Вы смотрите, как мы совпали, как здорово. Как здорово. Ну что, у нас в гостях сегодня были Ольга Петровна Поликарпова, педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества городского округа Люберцы, который очень много лет занимается этой деятельностью. Вот вы и эти награды тоже все награды, которые заработаны ею на самых разных направлениях человеческой работы. То, что делает нас настоящими людьми. И Михаил Виноградов. Запомните, кто знает. Может быть, это будущий великий военный историк. А может, и полководец еще. Кто его знает? Ученик 8 класса, инженерный средней школы номер 6, член юноармии, юноармеец. Понятно, что у нас лежит берет, не случайно, красный берет, берет юноармееца. И я вот сейчас попрошу, чтобы Михаил как правильно этот берет-то водружается. Ну-ка. Все. И у девчонок тоже так уже берет. Да. А других нет головных уборов? Есть. Зимний? Зимних нет. Нет. Только берет. Но все равно красиво. Все равно красиво. Ну что ж, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»